Трех переднеазиатских леопардов, Лео, Хосту и Лауру, выпустили в дикую природу Северной Осетии. Специально для этого в республику прибыл министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Леопардам около двух лет, по оценке экспертов, они полностью готовы к жизни в дикой природе. Хищники станут частью небольшой группировки, которая сейчас стабилизируется на Центральном Кавказе. Восстановлением популяции Минприроды занимается с 2007 года. Дана Малышева расскажет подробнее. На высоту почти 1300 метров над уровнем моря наш уазик забирался час. Дороги, естественно, нет. Вся территория только для животных. Здесь их среда обитания. Там, где человеку, мягко говоря, дискомфортно, обитают хищники. Одно из таких мест – Дегорский район. Природный заказник – Турмонский. Перед встречей с большими кошками у журналистов инструктаж. Предупреждают кавказские барсы в стрессе после перелета из Сочинского центра восстановления леопарда. Высота прыжка 4 метра, поэтому клеткам приближаться нельзя. Просят соблюдать тишину. Леопарды, помимо прочего, перенесли и выпускные экзамены центра. Проверяли инстинкты. Они должны избегать человека. Они должны избегать встреч с домашним скотом и не охотиться на него. Они должны охотиться нормально на естественные карманы свои. Это и копытные самые разные, и шакалы, и нотовидные собаки, и барсуки. И вот они должны были показать, что они действительно все это дело умеют. Они показали, что да, они все это умеют. Только меры предосторожности никто не отменял. Кошки все-таки хищные. Журналистов просят подняться на помост, пока животных завозят в клетки и готовят перед стартом к свободе. Говорить громко нельзя. Можно напугать тех, кто сидит в клетке. Леопарды, как и любые животные, невероятно быстрые. Чтобы уловить в момент их освобождения, журналисты установили аппаратуру. Кстати, мы уже слышим рычание. К жизни на воле трех предназиатских леопардов готовили два года. Специалисты ждут их воссоединения с семьей. Лео – брат выпущенного два года назад Батраза, Ахоста и Лаура, сёстры Волны и Агунды, первого и второго потока диких кошек. Четыре зверя здесь уже бегают, и вот сейчас три еще бегали. Осталось только одних из них три, потому что один погиб в лавине. И сейчас будем еще выпускать троих зверей, которые, мы надеемся, пополнят эту группировку. И она будет размножаться, эта группировка, и отсюда они будут расходиться, в том числе и в другие места Кавказа. Они станут частью группы леопардов, которая сейчас обитает на Центральном Кавказе. Их выпуск привлечет леопардов из соседних регионов Закавказа и расселит их потомство на территории других регионов. Это высший хищник, который всегда должен быть в природе. Там разные изменения пищевые идут. Это высший хищник, и его восстановление играет большую роль и в регуляции численности копытных, в уничтожении и в регуляции численности шакалов, волков и так далее. А в Северной Осетии просто это центральная часть практически Кавказа. И отсюда мы надеемся, и уже показали первые выпуски, что он идет и на восток, и на запад Кавказа. Леопард исчез на Кавказе в 50-е годы, когда распространились охотники и сократилось число парнокопытных. Их, как говорят эксперты, должно быть 400-460 в год, чтобы хищники не голодали. Постепенно экология восстановилась, и сейчас у Кавказа все шансы. Первое – это подходящая генетика. Этих леопардов вместе можно было сюда выпускать. В другом месте их выпустить нельзя было. Ну и второе – это то, что здесь пригодные места обитания, которые способны прокормить, дать дома и пригодные места обитания для такого количества леопардов. Путь к свободе у леопардов оказался непрост, признаются эксперты. Кошки примерно 11 дней тому назад были обездвижены, чтобы на них одевать ошейники. Значит, ну, брат пробует, чтобы понять, что они здоровые, что у них все хорошо. Значит, так получилось, что, ну, мы пожалели самца, одевать ошейник довольно слабый. Ну, поскольку это ничего страшного, это было в пределах центра, он через какое-то время скинул ошейник. Поэтому пришлось вчера повторно его обездвиживать, и одевать ошейник уже, ну, более туго, что его не сбросил. И вот долгожданный прыжок в свободу. Природа Кавказа примет выпущенных леопардов. Фотофиксация у нас на территории, да, она была, есть. Понятно, что есть миграция, понятно, что есть определенные условия для их существования. Но то, что мы здесь выпустили, они появляются. Это и пограничники, фотофиксация, да, это там и Русгидра и так далее, и тому подобное. Это говорит о том, что они здесь приживаются. Но если они здесь приживаются, значит, есть история того, что наши потомки их увидят не только на гербе, но они будут и в дикой природе. Леопард, он воспитан так, что он боится человека, но и человека для него угроза. Я хотел бы обратиться ко всем, вот Сергей Иванович сказал, что на вашем гербе, в республике, это красивое животное. Давайте вместе его охранять, давайте вместе делать так, чтобы он не попал в руки браконьерам. И сделать так, чтобы гордиться, что его популяция растет, и наши дети в будущем увидят его вживую, а не на картинках. Цель программы возвращения леопардов на Кавказ 50 особей отметил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Программа работает 15 лет. За это время в исторический ареал отпустили 10 символов Северной Осетии. Реинтродукцию, то есть воссоздание полностью исчезнувшей популяции, все еще развивают. Дана Малышева, Алена Чепкова, Новости Осетии. Дана Малышева, Новости Осетии.